Ну, смотрите, я не собираюсь, да, сразу оговорюсь, потому что многие комментаторы не могут понять смысл моего видео. Мне было не очень приятно читать комментарии, когда я сказал, что, то есть я специально оговорился. Вот помните, у меня вот недавно видео выпустил, один из первых признаков, что вас обманут, то, что просят перечислять деньги на карточку другого человека. Я специально выделил, что это не является признаком обмана стопроцентным. Это один из первых признаков, при котором вам надо напрячься и задать побольше вопросов человеку, побольше выяснить его личность. Нет, все равно, люди вот, я не знаю, вот вы правда, вот вы, может быть, недалекие, может быть, не понимаете, может быть, вы 10 секунд только там или полминуты видео слушаете, с вашими мыслями не сходится, вы выключаете видео, начинаете писать комментарии. И некоторые люди начали писать, а вот я там то-то, то-то, там у меня карточка на жену, я никого не обманываю. Другие пишут, а что, может быть, у человека карточки заблокированы, поэтому он на жену и так далее. Я специально, я знал, что вы это будете писать, специально для вас постарался, объяснил. Это не является гарантированным признаком. Это просто признак, что надо напрячься. То есть задать вопрос, а почему на жену, а не на вас карточка? Объясните, пожалуйста. Человек должен внятно объяснить. Дальше этого человека обязательно по базе приставов надо проверить. Может, у него куча долгов и так далее. То есть это просто надо поднапрячься. Нет, каждый человек на я, 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 я. Поэтому давайте мы оговоримся. Вы слушайте, пожалуйста, внимательно, что я говорю. Я никого просто так никогда не пытаюсь обвинить или оправдать. И вот сейчас про полицию. У меня много видео про полицию, где я ее ругаю. Сейчас я про полицию расскажу в видео, которое ни в коем случае не оправдывает полицию. Я просто хочу донести вам информацию, чтобы вы понимали. Потому что люди делят мир, ну, большинство, на мой взгляд, делят мир строго на черное и на белое. Все. На плохое, на хорошее. Нет у него, ну, больше никаких меропониманий. Все. Либо плохо, либо хорошо. Либо все, либо ничего, да. Либо черное, либо белое. Других цветов не существует. На экране, вот, на телефон я снимаю. На экране телефона миллионы цветов, понимаете, там, и так далее. То есть, а у вас только два, ну, у многих только два цвета, да. Вот. Как у этого, как у инь-янь. Это неправильно. То есть, любую ситуацию, ну, желательно уметь рассмотреть с разных сторон. То же самое, как я, да. Вот был незаконно осужден. Верховный суд меня отпустил. А сейчас я даже рад, что моя карьера в милиции была сломана. Вот так вот, искусственно, подставой сотрудников ФСБ. А сейчас я даже, ну, не то, что рад прям. Ну, вообще, вообще не обламываюсь. У меня, я сейчас довольный, счастливый человек. У меня друзья говорят, как ты можешь быть счастливым? И не понимают. Ну, не друзья, а некоторые не понимают. Как ты можешь быть счастливым, если у тебя тачка 2008 года и живешь ты на съемной квартире? Я говорю, ну, не знаю как. Я, говорю, счастлив. Я, говорю, вообще доволен своей жизнью, счастлив. Конечно, я хочу дорогую тачку. Конечно, я хочу свою квартиру. Но от того, что у меня их нет, у меня нет абсолютно никаких нравственных страданий. Вот. Хотеть хочется, но нет такого, что я там хожу, там, завидую дорогим тачкам и ненавижу еще людей. Вот, как у некоторых это есть. Такого нет. Ладно, вернемся. Итак, про полицию я хочу рассказать немножко моменты, которые чуть-чуть позволят понять сотрудников, ну, в частности, уголовного розыска. Смотрите, вот как работает сотрудник уголовного розыска. Я на своем примере рассказываю. Первая его задача, да, это раскрытие преступлений, конечно же, прежде всего. Вот, и он этим занимается. Чтобы раскрывать преступления, это что надо делать, как говорил начальник наш, ну, сравнил опера с волком. Волка ноги кормит. То есть он должен ходить по своей территории и работать, там, свою работу. В зависимости от того, какие у него задачи. Это сейчас вам неинтересно. То есть первый момент, это основная работа, раскрытие преступлений. Второй момент. Оперуполномоченный уголовного розыска дежурит на сутках. Вот он сутки отработал, то есть он уже не может. То есть примерно 3-4 дежурства в месяц. Ну, давайте 3 возьмем. То есть он сутки работает, едет по вызовам, там, и так далее, принимает заявление. Он уже не может работать. Ну, то есть у него уже трое суток из-за работы по раскрытию преступлений выкидываются. Я сейчас говорю про оперов уголовного розыска на низовых подразделениях. Ну, не низовых, а про отделов, отделений, да. На вышестоящих немножко другой принцип работы, линейный. То есть либо по наркотикам, либо по угонам, либо по убийствам. А внизу, например, человек удается на низовых подразделениях, человек удается в поселок, и он там по раскрытию всех преступлений работает, которые относятся к компетенции уголовного розыска. Вот. Соответственно, то есть он дежурит трое суток, и после этого он отсыпается сутки. То есть он просто спит. Ну, в 9 сменился после суток. Целый день что ты будешь делать? Только спать, правильно? И в 9 на работу. То есть 6 дней уже, то есть, ну, вот берем выходных 8, да, плюс 6 дней дежурств суточных. Итого 14 дней из месяца вычеркивается, потому что человек просто не может раскрывать преступление физически, да, заниматься раскрытием. То есть, ну, полмесяца человек просто не может раскрывать преступление. Остается у него только там 15 дней, грубо говоря. Сами понимаете, да, что это уже половина преступлений, то уже автоматом не раскрыто только из-за этого. Тех, которые можно было раскрыть, а не всех преступлений. Ой, дальше. Для сравнения, вот оперативный дежурный, сидит оперативный дежурный, он сутки отработал, трое суток отдыхает. Представляете, то есть у него зарплата такая же, а то и больше, чем у переполномоченного молодого. Он сутки отработал, трое суток отдохнул. То есть он работает, получается, сколько, 7 или 8 суток в месяц. При этом отпуск у него 45 суток. Пенсия у него начинается, да, там, с 20 лет. То есть обычно они уже и на пенсии. Вот эти трое суток он еще может там своими какими делами заниматься, подрабатывать, где-то там работать на другой работе и так далее. То есть еще больше денег получать. Опер не может где-то на другой работе работать. У него, ну, вы сами понимаете. Ну, просто, чтобы сравнить. Да, опер сутки отработал, сутки отдыхает. Дежурный сутки отработал, трое отдыхает. Разница серьезная. Дальше. И не думайте, что у оперативного дежурного работа намного сложнее, чем у оперополномоченного. Да, конечно, надо знание. Оно сидит, в принципе, он на стуле. Вот, и руководит подразделениями. То есть, конечно, при наличии определенных познаний, жизненного опыта, не самая сложная работа. Ответственная, но не самая сложная. Вот, дальше. Оперополномоченный. Итак, раскрытие преступлений, дежурство. Дальше. Обычные бумаги. То есть, заявления, объяснения, работа с гражданами и так далее. Преступника заставил, его надо опросить там и так далее. Работа. То есть, обычная техническая работа. Если мы на нее, ну, просто выкинем еще там, да, вот 14 суток я почитал примерно минимум. Ну, выкинем мы на, просто на бумажную работу еще четверо суток в месяц. Я беру по минимуму. Это уже 18 суток. Опер не может работать по-нормальному. Из месяца. Выходные, да, я напомню. Ну, вы поняли. Дальше. Следующая работа. 18 суток, представляете, вычеркивает. Следующая работа, это вообще. Это, я не знаю, когда-то какой-то умник придумал ее. Может быть, она когда-то для чего-то и нужна была. Но сейчас на 80% это обезьянье работа. Это совершенно... То есть, опер имеет доступ к совершенно секретной информации. У него есть совершенно секретные дела. Агентурные дела и оперативные. И вот среди них 80% это хлам, который никому нафиг не нужен. Но при этом этот хлам надо содержать в порядке. Иначе приезжает проверка, ты получаешь свой выговор, лишаешься премий, лишаешься очередного звания на год. Поэтому это надо держать. А в порядке держать невозможно, потому что очень много секретной работы. Допустим, добавляем еще банально, чтобы секретные дела в порядке держать, надо еще 4 дня. Итого 21 день уходит из жизни опера на то, чтобы заниматься не раскрытием преступлений. Итого у опера на раскрытие преступлений либо 9 дней, либо работа 12-14 часов в сутки, как мы и делали. Понимаете? Итого, чтобы была хорошая, приличная, более-менее раскрываемость, ты должен в свободное от работы время этим заниматься, чтобы у тебя было приличное раскрываемость. Да, то есть если ты работаешь вместо 8-12 часов в сутки, не с 9 до 6, а больше, то у тебя каждые двое суток переработка один рабочий день. Вот за 10 дней ты добавляешь, вот у тебя, ну, посчитали мы 21 день вычетка, за 9 дней есть на работу. А если за эти 20 дней ты работаешь по 12 часов, как мы работали, то, соответственно, за 20 дней, то добавляешь к этим 9 дням еще, ну, по 4 часа в день, то есть всего еще 8, ой, 10 рабочих дней. То есть уже у тебя получается 19 за счет того, что ты свое личное время тратишь. Ну, уже 19 дней на раскрытие преступлений уже можно работать. Итого, представляете, в каких условиях трудится молодой опер? Вот пришел пацан, отработал, отучился в институте МВД 5 лет, пришел с энтузиазмом, рассказывать преступления, помогать людям там. Еще же в институте МВД не учат, вот тому, что я сейчас объясняю. Покажите это тем, кто учится на оперок, пожалуйста. Пусть они немножечко свои розовые очки снимут. Этому не обучают в институте МВД. Да, я перевелся в УБОП, там было полегче. Там работаешь вот по своей линии и повариваешься, да, с организованием преступлений. Работаешь по своей линии, ни дежурств нет, ни обычных бумаг нет. Только секретная работа, она также у всех есть. Там полегче, да, и поинтереснее. Но все равно большинство людей идет работать в территориальные низовые подразделения и вот работать на таких условиях, на каких я говорю. Понимаете, приходится за счет переработок, за свое личное время. И поэтому огромное количество оперов, у них несчастные семьи, несколько браков и так далее. Потому что, ну какая жена стерпит, что опер работает 12-14 часов в сутки. И домой приходят только поспать, иногда еще и пьяные. Потому что, ну сами понимаете, вы видели трупы, там, не знаю, штук... Я штук 200 точно видел трупов за свою жизнь во всех видах смертей, каких только не было. Да, ну давайте немножко... Ну хотите трэша, например, там, когда следователь, он вообще выезжает на ДТП. То есть, на ДТП со смертями, да. То есть, ну вот, например, ну вот было ДТП, да. Я ехал в микроавтобус и врезался, да, и упал. А мужик в окошко высунулся, да, сидел с открытым окошком. И прямо вот так вот автобус упал, и ему крышей, да, боком крыши придавило голову. То есть, прямо вот голова расплющена, и мозг вот так вот вылетел у него. Это, ну, я просто вот то, что у меня в памяти засел, несмотря на мой иммунитет к этому, да. Вот просто то, что трэш, который вспоминается. Или на семерке водитель гнал, вот, думал, успеет проскочить на желтый, да. Вот, ну, желто-красный, как называется, подал газку еще, а все. А у фуры уже зеленый. И фура выезжает, он не успел. И со всей дури на семерке воткнулся в фуру. А вы знаете, что такое семерка, да? А, нет, не семерка, шестерка. Нет, сейчас, семерка, да. У шестерки все-таки немножко по-другому. Вот, чем шестерка у вас 2106 отличается от семерки? У вас 2106, у нее, да, извините, что у меня мысли скачут. Умники, которые пишут, а ты в суде также у тебя мысли скачут? Нет, к суду я готовлюсь. А тут я, мысль пришла, сажусь, записываю, если время есть. У шестерки рулевая колонка, это палка. Вот, и крылья покрепче. Поэтому там, ну, чуть-чуть покрепче машина. А у семерки рулевая колонка, это две палки карданчиком маленьким соединенные. И крылья прям чуть ли не фольга. И еще сзади подголовник, кстати, как раз, да, сзади подголовник у семерки. И когда семерка втыкается на большой скорости во что-то, все, прям капот сминается. Мотор вылазит в салон, вот, ломает к чертовой матери ноги, да, и зажимает. А рулевая колонка вот так вот, а из-за карданчика она вот это сюда идет, а это вверх идет. И руль прям вот сюда бьет. Вот, и если бы не было подголовника, может быть, еще бы просто раз челюсть сломал, башка откинулась, и руль вот сюда вылез. А подголовник помогает голову удержать, и перелом, как минимум перелом свода черепа, ну, а как максимум трагическая смерть. Понимаете, это вот шестерки-семерки наши, да, наш автопром. И, то есть, на семерке воткнуться лоб в лоб на большой скорости, это практически гарантированная смерть. И вот водитель семерки воткнулся, естественно, мотор в салоне, прям семерка, прям, вот, прям в хлам на большой скорости. Мотор в салоне. И знаете, еще какой вообще прям трагический момент? Когда-то мне даже присылали, есть даже этому научное название, может быть, кто-то знает, если кто-то в курсе. То есть, я еще приезжаю, то есть, сначала гаишники приезжают, потом я как следователь приезжаю. И вот человек зажат в машине, когда в хлам, он живой остается, хотя он весь сломанный. И только его выпиливают спасатели, и тут он умирает. И, то есть, вот прям было, приходилось мне, то есть, зажало его, да, мотором прям ноги приезжало, отрезало ноги ему. И вот все, человек живой сидит, прям, я вот вижу, он живой. Ну, в шоке, да, ему даже, он не орет ничего, потому что у него болевой шок, он просто, ну, видно, что живой, но ничего не понимает. И, ну, ноги, ноги пришлось мне его относить уже. Вы только вырезали его, спасатели, и он тут же умер, естественно. И мне его ноги пришлось относить. Вот. Ну, другой случай, например, я уже рассказывал, да, женщину нашли в Юрлово. Ну, кто знает, да, возле Зинограда. Ей просто какой-то урод в голову выстрелил, да, а она еще потом беременна оказалась. Вот. Тоже лежала. Ну, блин, черный юмор, да, я уже рассказывал. Ну, простите, пожалуйста, это вот ментовский юмор. Мы тогда шутили, да, то есть, что, ну, вот теперь мы наконец, то есть, женщина лежала у нее в голову, прострелена там из-за дробовика. И мозг валяется, прям вылетел. Мы тогда шутили, черный юмор. Простите меня за черный юмор. Ну, никуда не подеться, вот так вот. Мы шутили, что, вот, мы теперь увидели, что у женщины тут все-таки есть мозги. И, вот, понимаете, да, после такого, естественно, ну, естественно, человек начинает бухать. Попробуй такое забыть, да, нормальному человеку. Человек начинает бухать. То есть, он работает 12-14 часов в сутки, порядочный, во-первых, чтобы раскрывать преступление. Потому что тоже, когда у человека горе, когда у него преступление, хочется помочь раскрыть. Особенно, если этому есть серьезные возможности. И 12-14 часов в сутки работает, и еще возвращается пьяный. Ну, о какой семье идет речь? Конечно же, я вот удивляюсь, прям вот это просто, это женщины-героини, которые со своими мужчинами до конца все прошли. Я этому удивляюсь, да, я знаю. У меня есть начальник, да, которого я очень уважаю, ценю. Вот. И Михаил Николаевич Корнышов, кто его знает. И он со своей женой всю жизнь прошел, и она вот, вот это все, то, что я видел, он тоже самое видел, может, даже больше. Потому что я-то отработал только, там, около 10 лет, а он все, на пенсию ушел, отработал жизнь. Вот. И она, вот, не будем, они до сих пор живут вместе, счастливо. Вот. Она с ним прошла через все эти беды. А представляете, что такое быть женой опера? Вот. Поэтому, чтобы вы не думали просто, что работа опера, это такая легкая. Конечно, можно и с другой стороны зайти. В каждом подразделении обязательно найдется, как минимум, один опер, да, который пришел хапать бабки. Ему плевать на раскрытие преступлений, потому что он знает, что, если он не будет раскрывать, за нераскрытую, за низкую раскрываемость никого еще не увольняли. Ему плевать на звание, плевать на премии. Поэтому, то есть, ну, низкое преступление, ну, нет у него премии, нету, и ладно. Он взятками это берет, да, крышеванием, там, взятками. Вот. Он делает только, чтобы у него бумажки были в порядке. Вот. И секретно. И все, приезжает проверка, не докапывается до бумажек, ничего, все нормально. Мальчо его в пример ставит. А все ездят там на каких-нибудь стареньких машинах или многие без машин, а этот на своем крузаке гоняет. И все прекрасно все понимают, но никто ничего никому не говорит. А знаете, почему никто ничего никому не говорит? А потому что для этого у меня есть рассказ интересный про обезьянок. В клетке сидят пять обезьянок. Эксперимент такой был. Пять обезьянок. Их кормят впроголодь. Ну, есть лесенка там, по которой можно забраться наверх, и там куча еды. Но как только начинает какая-нибудь обезьянка взбираться по лестнице, всю клетку жестко поливает водой. Прям взбивает обезьян с ног холодной водой. В итоге они там им больно, они дрожат, сидят там такие. Опять голод, да, не тетка. Опять хочется жрать, подсохли. Опять лезет какая-нибудь обезьяна. Опять все повторять. После пятого, десятого, двадцатого раза все обезьяны понимают суть и перестают лезть наверх. Теперь одна обезьянка, это сейчас я придумал, не выдерживает и увольняется на гражданку. Вместо нее с университета МВД приходит новая обезьянка молодая и такая, о, бананный кокос и апельсиновый рай полезла. Другие, а нет, пытается собраться, начинает. Другие обезьяны начинают ее жестко избивать, кусать там и так далее. Почему? Потому что так принято у нас. Нельзя туда лезть. То есть объяснить-то не могут, поэтому начинают цеплять, избивать и так далее, кусать. Обезьяна не понимает. Все ее попытки заканчиваются избиением, в итоге она понимает, туда лезть нельзя, иначе и забьют. Следующая обезьянка увольняется на пенсию. И опять с университета МВД приходит обезьянка, и все точно так же повторяется. Она пытается лезть, и в том числе та обезьянка, которая тоже пришла с университета МВД, которую еще не обливали ни разу водой, не дает ей залезть, кусает и так далее. В итоге пять обезьянок с университета МВД, ни одну из них даже водой не поливали. Но ни одна из них не лезет наверх, потому что знает, что получит люлей от других обезьянок. Если им дать речь, вот вдруг дадут, появится у них речь, и их спросить, почему вы туда не лезете, никто не сможет объяснить, кроме слов. Ну, у нас так принято. И вот по этой причине. То есть сидят пять обезьян, голодные, ни одна не лезет за едой, а почему, никто не знает, но ни одна не лезет. Вот примерно такая работа в полиции, особенно в низовых отделениях. То есть приходишь туда, и должен работать по сложившейся системе. Начнешь работать немножко по-другому, все, тебя будут кусать, бить и так далее. Но работать тебе не дадут. И пацанчик, который пошел работать в университет МВД, потому что у него повышенное чувство социальной справедливости, потому что он смотрел фильмы про оперов, хочет помогать людям раскрывать преступления, очень быстренько за годик-другой сдувается и начинает работать, как все. Вот, если еще и не начинает работать, откровенно брать там взятки, крышевать и так далее. Ну, многие еще и взятки, естественно, брать даже и не умеют, поэтому попадаются. Поэтому тоже огромный вал сажать. А государству, кстати, выгодно дать человеку поработать лет 10, и стараться его посадить, чтобы пенсию не платить и так далее. Классно же набирать новых. Молодые-то все исполняют. Это старые уже через 10 лет начинают задумываться о справедливости системы. И у него уже авторитет такой, что он может идти против системы. А молодые, они не могут идти против системы и не задумываются о справедливости. Они начинают встраиваться в эту систему, иначе никак. Винтик-винтик, да? Вот же малость. Такая вот. У участковых нету секретной деятельности, но у них огромное количество бумаг просто по обычным заявлениям. Там особенно их достают психи, бабульки и так далее. По любой ерунде. Лифчик пропал там с веревки, да, сушился там и так далее. У них тоже полно бумажной работы. И схема примерно та же. Но просто секретная работа, она вообще раздражает, потому что секретная еще. Понимаете? Это свои недостатки, да? То есть режим совершенно секретный, да, режим секретности надо соблюдать. Это, конечно, геморасчет тот, я говорю. 80% секретной работы – это бред сивы кобылы, которые надо устранять, но никто этого не делает. Потому что, а как еще держать оперов в узде? Потому что почти у всех секретные документы не в порядке. И если тебе человек не нравится, то сразу приезжает проверка по секретности и получает он выговор. То есть и все, человек начинает понимать. Начинает делать секрет, приводить в порядок. Приезжает проверка низкой раскрываемости. Второй выговор, понимаете? Вот. И все, вы понимаете. То есть любой опер, он практически всегда в этом, в клещах, да, зажат между двух. Невозможно одновременно бумаги в идеальном порядке и раскрываемость приличная. Это невозможно. Все. Ты как бы зажат в ловушке. Вот. Вот, ладно. Я не пытаюсь, я не пытаюсь, говорю еще раз, я не пытаюсь оправдать систему ни в коем случае. Нет, нет, систему вообще не пытаюсь оправдать. Ее надо ломать. Еще этот дурацкий аналогичный показатель прошлого года. Если вы в этом году раскрыли 100 преступлений, допустим, отдел или отделение, в следующем году ни в коем случае нельзя раскрыть больше 100 преступлений. Иначе раскроете 130, значит еще в следующем году. Значит нельзя ниже, меньше 130. Поэтому все стараются держаться вот в рамках этих цифр. И лишний раз даже преступления раскрывать не разрешают. Представляете? Там перед Новым годом. Если вы 100 преступлений раскрыли, к ноябре, все, в декабре вам не разрешают преступления раскрывать. Особенно там по борьбе с наркотиками. Потому что должен быть аналогичный показатель прошлого года. Нельзя его превышать. Понимаете, вот, ну, какая система? Не она ломает, конечно, любого человека. Какой бы ни был энтузиаст, он становится циничным, встраивается в систему и работает по правилам системы, да? Вместо того, чтобы взять и... То есть, я тоже, знаете, у нас один опера ушел работать в управление собственной безопасности. Это менты, которые, ну, сажают ментов. Вот так вот. За преступления. И мы такие думали, мы говорили, а, все, крысеныш там и так далее. Сейчас я сижу, думаю, какой же я был дебил в те годы. То есть, наоборот, молодец, иди борись с преступностью в милиции, иди борись. Вот. Ну, единственное, конечно, тоже. Были такие случаи, когда приходит в УСБ к неугодному сотруднику. Это тоже, да, что в ФСБ, что в УСБ там тоже. Сами понимаете, какие люди бывают. Приходит в УСБ и находит просто несколько патронов в ящике стола. Сажать не сажает, но, типа, пиши рапорт на увольнение, ну, либо уголовное дело. Куда деваться человеку неугодному, да? Там, ну... Куда, когда он в лес, сунул нос не в свое дело. Вот, бывает и такое. Тоже я согласен. Но, в целом, то есть, когда человек откровенно прям что-то крышует по беспределу, или берет взятки по беспределу, а все молчат. И я молчал, да, я признаюсь честно. Сейчас бы я... Вот меня бы сейчас раз, так как в эффекте бабочки, в те годы, ну, я бы, конечно, наворотил бы дело. Вот. Долго бы тоже не продержался в системе, но дело бы наворотил, я бы не смог сейчас. Вот сейчас с моим, да, ну, я, как бы, первую жизнь прожил, да, вот сейчас вторую жизнь проживаю, можно сказать. И, ну, я бы долго не продержался в системе. Ну, я бы, конечно, пошел бы в управление собственной безопасности. Меня бы взяли тогда с теми моими показателями 100%. Вот, потому что... Ну, я не был женат, да, я женился там, во сколько, в 31 или в 32. Я не был женат, поэтому я мог работать. Я иногда и на работе просто ночевать оставался. Иногда и по ночам ходил, по гараже начали вскрывать. По ночам вот ходил, один раз даже, да, этот... Ну, все, нашел, то есть где-то в 5 утра Андреевка. Вскрывали гаражи в начале 2000-х, только в лет, каждую ночь. Ну, и всем наплевать, по ночам мы спим, типа, опера участковые. Я бродил по гаражам, ну, а там гаражи в Андреевке возле Зеленограда, в море. Я бродил, и один раз все-таки я нашел этих уродов, но я не успел их догнать, потому что они меня спалили. Ну, они увидели, человек идет там в 5 утра, да, или в 4, уже светло, ну, немножко светло было. Вот, они там что-то свист-свист, и они побежали. Я за ними побежал, вот. Ну, а не догнал, потому что там до них было расстояние большое, они там свернули, я уже, когда пробежался, уже даже не видел, где они. Но я немножечко, ну, не в их сторону, а вверх пострелял из пистолета, и на некоторое время прекратилось. То есть, ну, мне нравилось, да, то есть я, по сути, работал. Все, пришел там в 6 утра, поспал до 9 и дальше работать. Ну, вот тогда я тоже работал. Как бы меня взяли, сейчас бы я пошел бы в УСБ, конечно, и прям очень жестко бы боролся с ментами, которые именно вот прям вот этим криминалом занимаются жестким. Я не против, например, да, когда сотрудник полиции, я, кстати, это хоть и нельзя, но я не против, например, участковый на своей территории там, там на свою жену, да, открывает палаточку, да, с цветами, например, да, там, который без чеков, без всего работает, и его не трогает, понятное дело, никто там, ни администрации на него ни жалости, ни налоговая там, ну, потому что я знаком. Я даже не против такого, если честно, потому что, ну, как бы, ну, это тоже неправильно, незаконно, но, тем не менее, можете меня осудить, но я не против вот таких моментов. Это лучше, чем брать реальные взятки или крышевать наркоторговцев, правильно? Вот. Ладно, все, опять получилось длинное видео, но я смотрю, многие пишут, что нам нравится. В общем, давайте еще раз повторим, я не пытаюсь оправдать систему, я даю вам, моя цель дать вам информацию, а вы ее анализируйте сами, как хотите, как вам удобно. Я просто стараюсь вам дать честную, правдивую информацию, но, на мой взгляд, мало кто такую информацию доносит. Может быть, это поможет кому-то, молодым операм или тем, кто хочет идти работать операм, немножко призадуматься, стоит ли оно того, так ли это романтично, как вы видите в фильмах. А то, если посмотреть фильмы про оперов, кажется, во-о-о, I feel good, хочу работать. На самом деле, все совсем по-другому. Продолжение следует...